В ходе судебного следствия мужчина вину признал частично, не отрицал возможность нанесения телесного повреждения, однако утверждал, что не знал, что перед ним находится представитель власти. Представленные стороной обвинения доказательства свидетельствовали о наличии вины мужчины. Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.